Это как раз тот случай, когда я могу похвалить решение властей, и федеральных, и городских, потому что на самом деле действительно в исключительных случаях такие нормативы должны быть сняты. Это должно касаться наиболее выдающихся личностей, память которых нужно увековечить. Уго Чавес на самом деле не только лидер Венесуэлы, он один из мировых лидеров последнего, можно сказать, столетия. По масштабам личности и по тому вкладу, который он внес и в революционное движение, и в движение неприсоединившихся стран, и в экономику Латинской Америки, создав буквально в противовес Соединенным Штатам систему экономической взаимопомощи и сотрудничества между южноамериканскими государствами. Я очень боюсь, что, конечно, для нашей власти роль Чавеса исчерпывается тем, что он был руководителем страны, которая председательствовала в ОПЕК последние годы. Понятно, что для нас, как для сырьевой, для нефтяной страны именно этот аспект важен. Тут надо не забывать, что когда Уго Чавес скончался, ни первое лицо нашей страны, ни второе не пожелало даже присутствовать на его похоронах, что, в общем-то, неприлично даже с точки зрения протокола, потому что, на самом деле, лидеры большинства стран мира посетили Каракас и приняли участие в похоронах, а мы ограничились достаточно низким, скажем так, уровнем представительства. Поэтому я, честно говоря, не верю, что это чисто от души и искренне. Но одно то, что интересы Венесуэлы, как нефтегазовой страны, совпали с интересами нашего Газпрома, это на самом деле хорошо, потому что Уго Чавес действительно тот человек, память которого нужно увековечить. Я просто знаю, как к Чавесу относятся в Латинской Америке. Он стал реально культовой фигурой. То есть сейчас даже испанский Мадрид, вот я три дня как из Мадрида, он весь уклеен портретами Фиделя Кастро, Хосе Марти, Че Гевары и Уго Чавеса. То есть Уго Чавес буквально через несколько дней после своей смерти стал фигурой, практически равным Че Геваре. А Че Гевара – это очень устоявшийся уже в течение 50 лет мировой символ. Поэтому реальный масштаб личности, общество в состоянии оценить и очень радует, что Россия здесь в данном случае не исключена.